То, как мы с вами построим разговор, так он и останется в нашей с вами жизни. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум ритм. Появилось слово не ставить голос, да, а освобождать его. Ну, школы же две всего. Хорошая и плохая. Станиславский, Эмирович, и все кажется, что это где-то далеко давно. Это ваша внутренняя работа. Никто, правда, спасибо. Готовитесь, заходите и делайте все, что хотите. Я вас люблю, я хожу шесть мест туда, шесть оправданных. Это объяснение в любви. В сентябре 2023 года в подмосковной Рузе в творческой резиденции «Актер» прошла пятидневная выездная школа «Союза театральных деятелей». Никакой назидательности, просто разговор, но и урок, который запомнится и пригодится. Денег у нас нет, так же, как и у многих театров. Поэтому нужно было придумать приз лауреатуру, тот, кто побеждает. И мы придумали, мы дали на один день каждому лауреату пространство новой сцены художественного театра. И вот что вы хотите там делать в этот день? Готовитесь, заходите и делайте все, что хотите. Открывая школу, председатель «Союза театральных деятелей» Александр Калягин пообещал. Молодые актеры, собравшиеся здесь, возможно, не услышат ничего принципиально нового. Зато у них пять дней, чтобы стать намного лучше. Так вот тетрадка, да? Вот тетрадка. Здесь от руки, от руки написан текст Лермонтова Арбенина. На этой странице все то же самое от руки, в прозе. Где в прозе получается ударное слово, ударное слово в стихе. Он мне говорит, да, Санек, вот это называется сканирование стиха. Я думаю, народный артист Советского Союза, лауреат всех премий, которые только можно придумать. Занимается тем, что от руки переписывает Лермонтова, переводит стихи в прозу, выделяет для себя ударное слово и потом ставит ударное слово в стихе и пытается эту фразу правильно сказать. Расписание составили максимально плотное. С утра и до отбоя мастер-классы, круглые столы, занятия. Собрали 36 участников со всей России, от Улан-Удэ до Оренбурга, от Калининграда до Донецка, прошедших конкурсный отбор из более чем 300 заявок. Все они служат театру. У каждого уже свой репертуарный лист и опыт работы с разными режиссерами. Нет никого из Москвы или Петербурга. Это принципиальная позиция организаторов. У столичных актеров и без того возможностей побольше. Хотелось поддержать ребят из регионов. Надо понимать, что только вместе мы поддерживаем этот купол. Только вместе. И не считать, да ладно, у меня там маленькая роль. Ну, можно же все, что угодно придумать. Мой Сашка сидел пятилетний. Куда девать ребенка-то маме? Никуда раньше. Сейчас какие-то няни там. Ничего не было. Репетировали мамашу Кураж. Это он сидел-сидел на репетиции. Сидел-сидел. И говорит Яшину Сергею. Сергей Иванович, я себе роль придумала. Он говорит, какую Саша роль? Он говорит, я буду играть тараканов в фургоне мамаши Кураж. А когда вот она везет-везет, останавливается в фургон, я оттуда выскакиваю. И Яшин говорит, вот учитесь. Вот. Он не просто сидит, он себе роль придумал. Важными стали для всех занятия Сергея Алексеевича Щедрина по актерскому мастерству и занятия по сценической речи Юлии Владимировны Капустян. Свой мастер-класс провела и легендарная Анна Николаевна Петрова, у которой учились практически все те, кто сегодня приехал давать уже свои собственные уроки. Так случилось, что в Рузе Анна Николаевна праздновала свой день рождения. Уже днем из Москвы к ней стали приезжать ее ученики, состоявшиеся артисты разных поколений. У нас так много народу везде, куда не пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюэнса, боюсь, как бы не захватили дети. Ни к чему она тут, она крестьянка, должна в деревне жить. Что же за баловство? Я люблю в доме порядок. Нигде не надо читать ремарки, у всех его надо читать. Три часа ночи, люди не спали сутки. В каком состоянии находится Ольга? В каком состоянии находится бедная эта Анфиса, которая помогает, помогает, помогает. И потом вдруг говорит, ой, слушай, родная моя, мы не бросали меня, пожалуйста, не выгоняй меня. Я же знаю, что вы скажете. Пожалуйста. Вроде как ниоткуда берется эта мысль, но эта мысль ее преследует постоянно. Последний день работы школы был таким же насыщенным, как и первый день открытия. Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина, педагог школы-студия МХАТ Евгений Писарев дал великолепный мастер-класс, погружаясь в подробную работу над драматургией, занявшись анализом пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры». Воспитание должно быть классическим, а дальше человек должен сам определиться, в какой театр ему интересно идти. Я очень рад, что, скажем, мои выпускники работают в разных абсолютно системах. Народный артист России, выдающийся актер и мастер слова Авангард Леонтьев показал высочайший класс чтецкого искусства, прочитав по памяти повесть Максима Горького «Детство». Кроме этого, Авангард Николаевич рассказал участникам про двух великих худруков Московского художественного театра Олега Ефремова и Олега Табакова. Боже мой, как он репетирует! Боже мой, какая прелесть! Раскидывает искорки каждому на ходу, походя чуть-чуть. Намеками. Он там даже скажет, я же намеками. Выездная школа художественного театра – это школа, в которой выдающиеся педагоги учат и профессии, и жизни в искусстве. Открывая школу, председатель СТД России Александр Александрович Калягин сказал «В нашей профессии нет рецептов. Главное – это трудолюбие, а еще любопытство». Несколько простых фраз, сказанных им, определили доверительную интонацию, которую подхватили все педагоги школы. Можно с высоких трибун пафосно говорить о том, как можно сохранить великое культурное наследие России, нравственные принципы в искусстве, великие традиции. А можно проводить такие вот школы, в которых все эти важные мысли звучат легко и просто, а потому и лучше запоминаются. Это вопрос к миру. Некогда вообще вот такой. Это очень важный вопрос. Как не перегореть в космос? Мы же должны оттуда получить ответ. Мы же посылаем этот вопрос. И нам всегда приходит ответ. И поверьте, только стоит что делать? Собрать внимание, сконцентрироваться. Вот как? Вот все собрать. Главное, чтобы выездная школа художественного театра имела свое продолжение.